Здравствуйте, с вами мистер Фрей, замечательная, я так думаю, что замечательная игра, Черное Зеркало 2. Честно вам скажу, что записываю эту часть второй раз. Первый раз все было нормально. Вот знаете, как обычно бывает с техникой, что-то не так, ты говоришь, техника подвела, я записываю второй раз. В этот раз все записалось, но я офигел от одной особенности этой игры. В этот момент я не смог не вставить ни слова, и это продолжалось около десяти минут. Я так офигел, что даже удалил все, думаю, к черту Зеркало 2, но потом, ну в смысле буду играть, но не записывать, но потом передумал. Так что давайте пока что изучать все здесь лежащее. Цены на многие вещи явно задраны. Оно и понятно, в городе только один фотомагазин, этим он и пользуется. Ну, с другой стороны, как я уже один раз сказал, повторю это еще раз, я знал такие места, где был только один магазин, что-либо продающий, но все было наоборот дешевле, чем где их много. Но с другой стороны, мы же живем якобы не в капиталистической стране. Или как-то так. Простые зеркалки для личного пользования. Ничего особенного. По этому поводу тоже высказывался. Вы только вслушайтесь в это. Простые зеркалки для личного пользования. Простые. Ага, и что такое, для публичного еще есть. Причем у него, вы только посмотрите на это, зеркалкой это не назовешь. Хотя у меня тоже все мои фотоаппараты, какие только у меня были, похуже этого в пару-тройку раз. Тем не менее, он называет эту штуку зеркалкой. Послушайте. Моя зеркалка со вспышкой. Без нее я не выхожу из дома. А вот это вы пендрешь. Все, я все. Я фотограф так говорю. Сейчас всех фотографировать, боже. На. Я, кстати, тоже пытался с фотоаппаратом не выходить, точнее без фотоаппарата не выходить из дома. Ни черта не выходит. Мало что фотографирую вообще. Фотоаппарат Фуллера. Стоящая вещь. Если бы хорошее оборудование компенсировало недостаток таланта, даже полный идиот вроде Фуллера мог бы делать хорошие снимки. Честно говоря, я видел случай, когда хорошее оборудование компенсирует недостаток таланта. Фотоаппарат Фуллера. Было. Фотоаппарат Фуллера. Вообще, оборудование у этого болвана очень даже неплохое. И не дешевая Лампы выглядят словно только что с фабрики Он явно купил их недавно Эй, ты должен сказать про то, что они слишком дорогие, ну-ка Может быть раньше дела шли лучше И Фуллер скопил какую-то сумму Или лампы куплены в кредит Но он не мог их оплатить с дохода от ателье Это точно Что интересно, пока я снимал предыдущее видео И вы увидите это в этом видео Фуллер Фуллер, видимо, шантажирует кого-то По крайней мере, сейчас разберемся с этим Я не помню, говорил я с ним Сейчас я не в настроении с ним беседовать Значит, уже говорил Черт Ну что же, все та же фигня Фуллер нас послал по двум своим поручениям Первое, отдать письмо для миссис Бэйба Или Бэйб, не знаю, короче И второе, получить по квитанции Некоторую почту Именно на почте я согнулся И у нас все то же самое сейчас произошло Красивая девушка с короткой стрижкой А мне нравятся короткие стрижки Хочет сфотографироваться в черно-белом варианте Кто мы такие, чтобы отказывать ей в самом-то деле? Также хочу вам всем заметить, что я, честно говоря, не знаю, что делать с ужасным количеством всякой фигни, которую я могу здесь осмотреть Секундочку Гладкий металлический пруд Похоже, деталь от перил Этот пруд почему-то я могу взять, не знаю почему Та-дам! Довольно тяжелый Вот, сейчас мы поговорим с молодой женщиной И я расскажу вам, почему понятия не имею, что делать с осматриваемыми предметами Но суть в основном в том, что их чертовски много И я не понимаю, предоставлять мне слово вот моему Джеймисону, или как его звать Или же самому что-то говорить Я вот теряюсь в присутствии количества этих предметов Молодая женщина Кажется, в печали Все в порядке? Нет, вообще-то нет Эээ... Два года назад здесь умерла Кэрри Моя лучшая подруга О, мне очень жаль Как это случилось? Я вижу, ты не здешний Да, я из Бостона Приехал на каникулы К маме Понятно Кэрри покончила с собой Почему, неизвестно Все ее любили, она была умной, веселой Кажется, у старого Фуллера в витрине еще стоит ее портрет Девушка с темными волосами, зеленые глаза Да, я помню этот снимок Действительно очень красивая женщина Она строила такие планы После учебы она вместе с мужем Джейсоном Хотела открыть здесь, в Битфорде, детский сад Просто в голове не укладывается Внезапно, в один день Она переменилась, совершенно замкнулась в себе Стала грустной, какой-то подавленной Никто не мог до нее достучаться Даже Джейсон, хотя они очень любили друг друга В конце концов, Кэрри бросилась в море И никто не знает, почему? Никто Думаю, Джейсон так и не смог это пережить Смириться с тем, что не удалось помочь ей А через пару месяцев он женился на этой безмозглой дряни с кабриолетом Конечно, только чтобы спастись от одиночества О любви не может быть и речи Да уж Видимо, ему было ужасно одиноко Извините, но я хотела бы побыть одна Конечно, простите Ну так вот, вы уже слышали про кабриолет И про некоторую так называемую дрянь Ну вот, я могу только согласиться с этой мыслью Потому что демонстрация субтитров Вот в этом магазине В котором полная ля-ля Что я не могу ни слова вставить Это была боль Это была боль И поэтому, во-первых, вот он кабриолет Довольно глупо разъезжать в Мэне на кабриолете Но, наверное, до этого дела и не доходит Машина дорогая Вот что важно Ну, я думаю, что здесь есть что-то вроде Подделываемой крыши Вот что это Ну что же, давайте окунемся в ад Я замолкаю Вот я ему и говорю Джейсон, мне срочно нужна новая машина А он? Ну, а что он скажет? Машина уже стоит у входа Серьезно? Конечно Кабриолет Восхитительный Чуть позже посмотрим обязательно Конечно, непременно Трубой тебя мало ударить Быстренько Да еще в такую погоду С ума сойти Да, да А он что? Да, просто бросил ее Ну, она сама напросилась Да я же еще не все рассказала Это еще не все? Да, ты только послушай Вот, и мы быстренько даем ей эту квитанцию Грущик Пит себе такого позволить не может Извините У тебя что-то с ушами? Нет, я насчет посылки Ага Значит, беда с глазами А? Я разговариваю Не видишь, что ли? Вас я хорошо вижу Даже слишком Но фуллер из фотоателье поручил мне У меня вперед очереди не лезут Так что стой спокойно и жди Ох уж это нынешняя молодежь Постоянно, постоянно приходится с этим бороться Никакого воспитания Вот именно Так что там с твоим новым авто? Кабриолет Загляденье Чудесного красного цвета Просто идеал Ты это заслужила А уж ты После обязательно прокатимся вместе Ох Что я могу вам сказать? Тут мне говорят, что можно вызвать карту Бла-бла-бла, но это не так важно Самая страшная вот эта вот гребаная машина И вот эта ее гребаная владельца Это невыносимая боль, поверьте мне Ох Как же много крови я попортил Кстати, вот это наша еще одна прелестная представительница Прекрасного пола Как-то так Короче, она исчезла И я собираюсь уничтожить гребаную машину Машина и так достаточно уродливая Ах ты, ублюдок Тогда ногой ее Это машина болтушки Нет, не на так кнопка Это машина болтушки из магазина Хм Она могла бы мне помочь Что интересно, на правую кнопку мышки он просто говорит Это ничего не делает Дурак Пыщ Ну, я жду Ну Ну Наверное, она ничего не услышала Из-за громкой болтовни Ой, я понял, как быстро ходить Нужно просто показывать не на ближние места А на дальние Ха-ха-ха-ха Какой прикольный парень Отличное знание, кстати Так вот И это меня абсолютно тогда повергло в шок Я просто вырубил запись после этого Потому что я понял, что я, во-первых, не могу никак ее выгнать Я не понимаю, как ее выгнать Я стал рассматривать вещи в магазине И это пришлось мне делать параллельно с их разговором Я не мог вставить ни слова Не говоря уже о том, что не было слышно Что говорят с нами персонажи Это был какой-то кошмар, какой-то ужас Но потом я, наконец, разобрался Как же мне это сделать И решил все-таки записать все это Это машина болтушки из... Бла-бла Никого нет рядом Бэйш! И срочно открыть дверь Ой, а мой кабриолет? Иди ты нафиг отсюда С помощью колесомышки можно переключаться между предметами Это клево Потому что... Ну то есть это действительно клево То есть я более удобного инвентаря не видел Трубой по тебе Нет, не получается Ладно, бери свою квитанцию О, неужели подошла моя очередь? Как у вас все быстро? Чего тебе? Фуллер из фотоателье прислал меня кое-что забрать. Извещение. Вот твоя посылка. А второе извещение при тебе? Для Фуллера еще кое-что пришло. К сожалению, нет. А можно я просто так заберу и вторую? Приличному клиенту я бы, конечно, уступила. А мне, значит, не отдадите? Да ни за что. Издеваются как могут. Что за пакет? Хорошо запакованная посылка. Не слишком тяжелая. Я слышу легкое позвякивание внутри. Как будто там стеклянные пузырьки или что-то подобное. Стеклянные пузырьки? Ну, у тебя и фантазия. Ой, мерзкая женщина. Как тебя звать? Рози? Это мисс Рози. Продавщица. Конечно, чемпионат мира по обслуживанию покупателей она не выиграет. Но никто не решается ей об этом сказать. Могу ли я с ней поговорить? Привет, Рози. Опять вся в работе. Что тебе надо? Немножко помучить вас всякими странными женщинами. Откуда я столько знаю народа? Сам понятия не имею, блин. Я заметил в окрестностях одну молодую, очень красивую женщину. Вы ее не знаете? Что? Глаз положил, да? Так вы ее знаете? Знаю, громко сказано. Заходила ко мне, спрашивала про фотоателье. Я ее отправила к Фуллеру. Вообще-то она была не очень дружелюбна. Не дала нам с подругой спокойно поговорить. Какое хамство. Ужас, ужас. И как же такая женщина, как вы, оказалась в Битфорде? Такая, как я? Хочешь сказать, толстушка в стране одержимой похуданием? Вы посмотрите, какой тут у нас малолетний хам! Нет, нет, нет. Я просто удивился, что такая неприветливая женщина работает в единственном в городе магазине для туристов. Ты, скажем так, и сам не воплощение вежливости, малыш. А я и не работаю в магазине для туристов. Я выросла в Нью-Джерси. Отец решил, что этот город не для его семьи. Поэтому он устроился на бумажную фабрику и перевез нас всех сюда. Ну что, доволен? А почему вы не пошли в дальнобойщики или в строители? Лучше не связывайся со мной. Мы с тобой в разных весовых категориях. Это точно. Вот это безумие.